Оживленные перекрестки на московском шоссе сегодня люди переходят по сигналу светофора, хотя еще недавно для этого спускались в подземные переходы. После проведения реконструкции дороги их засыпали. До начала реконструкции московского шоссе здесь был подземный переход, который не был включен в новый проект. И вот переход планируется восстановить и оборудовать тактильной лестницей и лифтом для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новый переход будет надземным, таковы современные тренды. Узнать о том, как идет продвижение вопроса, на встречу с главой Самары пришел активист поселка Мехзавод Виктор Платошин. Нас волнует вопрос перехода через московское шоссе. В свое время Салют построил два подземных перехода. Внутри реконструкции московского шоссе их похоронили. Поэтому у нас проблемы. Проблема будет решена, этот вопрос на контроле. Губернатор дал поручение правительству, идет разработка проекта. Такое поручение дано, и поручение, конечно, губернатора исполняется. Но радует то, что уже проект есть. Радует, что у Дмитрия Игоревича на контроль. В этом же микрорайоне остается нерешенной проблема ветхих строений. Когда-то в этих домах жили люди, теперь они все расселены. Но создают неудобства для местных жителей и уж точно не украшают лицо города на въезде. И получается, вот как мы идем в ДК, да, лицо наше, так сказать, поселка культурное, и дома полуразрушенные. На третьем квартале, на первом квартале. Ну, фактически, я считаю, что аварийно. Даже как бы далеко забегать не буду, мои дети называют это дом монстр. Дома собирались снести еще к 2018 году. Но есть и квартиры, в которых до сих пор прописаны бывшие жильцы. К сожалению, не всегда их можно снести сразу, потому что они юридические люди, там остаются еще собственниками. Или прописаны. Да, по факту они могут не жить, из-за этого, конечно, внешний вид их, прямо скажем, вызывает очень такие бурные эмоции. Поселок Прибрежный благодарит за благоустроенный сквер Овчарова. Теперь у жителей новые предложения. Мы от всего поселка хотели вас поблагодарить за наш чудесный сквер. Всех жителей беспокоит вопрос по поводу строительства ФОКа. Спортивный комплекс в Прибрежном будет построен. Проект уже готов. Сейчас он проходит государственную экспертизу. Олег Зверев, Василий Калдашов, Константин Головин. События. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...